Переломный момент в процессе по делу Дениса Пашкова. На этой неделе суд допрашивал обвиняемого. Экс-министра промышленности и энергетики края подозревают в хищении 29 миллионов рублей из регионального бюджета. Эти деньги были выделены в 2009 году на поддержку Септишмаша. Прокуратура настаивает, предприятие не могло рассчитывать на финансирование из антикризисного фонда. Пашков утверждает, что невиновен. Процесс длится уже более полугода. Когда в нем будет поставлена точка, выяснял Вадим Куликов. В суде железнодорожного района Красноярска уголовное дело в отношении экс-министра Дениса Пашкова и бывшего собственника Септишмаша, ныне покойного Павла Лусникова, по существу начали рассматривать в июне прошлого года. В связи с тем, что был кризис, зал, на котором были заказы, вынуждено было перейти в банкротство. Для этого вспомогательным было предприятие зал ПЭО. Вы должны понимать, что это холкинг. Собственно говоря, долги были только одни по электричеству. И та помощь, которую оказывало правительство края, было единственным по тем долгам, которые и были. Это было электричество. На заводе в то время работало около трех тысяч людей. В этом вся суть уголовного дела. Зао Септишмаш на грани банкротства не мог получить деньги из бюджета. А зао ПЭО Септишмаш не занималась производством. Но 29 миллионов рублей предприятию каким-то образом выделили. Более того, по версии следствия, деньги пошли не на погашение долгов по зарплате, а на расчеты с энергетиками. Вы понимаете, очень тяжело же понять, какими средствами они будут гасить. Потому что эти деньги поступают без бюджетной классификации. Они на счет поступили и потом уходят. Куда они пойдут? Может, этими деньгами, которые поступили, они выкрутили зарплату, а эти деньги, которые на зарплату, направили нам. То есть отследить невозможно. Но когда дошла до меня информация, опять же, телевизор смотря, что сказали, будет субсидия, я, естественно, звонил. Мы переговорились с Александром Васильевичем Бюкаловым. Я говорил, я знаю, что у вас есть источник, поэтому, дорогие друзья, давайте приступаем к платежам. На тот момент, когда страну буквально лихорадило от экономического кризиса, главной задачей для краевых властей было сохранить производство. В бюджете края предусмотрели 100 миллионов рублей для господдержки машиностроительного комплекса. К декабрю 2009 финансовую помощь уже получили Красмаш, радиозавод, ЭВРЗ и Дезенваа. На очереди был ИСИП Тешмаш. Я считаю, что это могло быть оправдано, и я считаю, что это вполне допустимо было в случае, если бы предприятие возобновило работу. Но здесь мы имеем дело с задачей, которая зависит от большого количества факторов, на нее влияющих. Поэтому, к сожалению, это не дало эффекта. После СИП Тешмаш проработал всего несколько месяцев. Но все участники тех событий, которые были допрошены в суде, в один голос уверяют. Преследовалась одна цель – снизить в регионе социальную напряженность. Я правда волнуюсь. И не при нем бы сказано, но он правда болел за дед. И он попал. Вот и мое. Менее эмоционально, но с таким же посылом выступил и губернатор, который неоднократно заявлял, что Пашков действовал в рамках закона. Мы и дальше будем помогать предприятиям, конечно, учитывая, скажем, те правовые коллизии. Потому что, к сожалению, мы знаем, что не только есть те, кто твердо стоит на ногах, но есть и те, кто в рамках меняющейся экономической ситуации сегодня попадает в тяжелое положение. К слову, эти 20 миллионов рублей возвращены в краевой бюджет. И в личной беседе с нами Денис Пашков уверенно заявил, что рассчитывает только на оправдательный приговор. Ровно как я и сказал после оглашения, я не понимаю, почему меня обвиняют. Я не понимаю, где я превысил свою полномочия. Я не понимаю, где я нарушил закон, любой закон, уголовный кодекс закон Красноярского края, закон Российской Федерации, в своих действиях. Следующее заседание суда состоится 6 марта. На нем будут рассматриваться личностные характеристики обвиняемых Пашкова и Лусникова. Но это по желанию сторон. Затем пройдут прения. Кроме этого, нам стало известно, что точка в этом деле может быть поставлена уже весной. Планируется, что 17 апреля суд огласит свое решение. Стоит отметить, что Пашков каждые полгода выезжает в Европу, где проходит курс лечения онкологического заболевания. Следующий визит он уже запланировал на июнь. Вадим Куликов, Григорий Зимин, 200 Красноярск, События недели.